151. Мы практически остановились на 26 главе в Таня. Будем продолжать отсюда и дальше. 151. С 18 главы по 25 глава это новая тематика в книге Таня. В книге Таня разделена на абзацев. Есть главы, а есть абзацев. Рассказано в Тальмуде, что когда раб Йоханан шел в храм, в храмовая гора, он был под Иерусалим и начал подняться в сторону Иерусалима. И он увидел несколько детей, играющих между домами, и спросили их, как дойти к храмовая гора. Как дойти туда? И они ответили ему вопрос на вопросом, как у нас принято. Как вы хотите, какого путь вы выбираете? Короткий, но длинный? Или длинный, но короткий? Он не заметил прикол. Я говорю, я хочу короткий. Они показали ему короткий. Он начал ходить и понял, что он находится в тупиковой дороге, потому что, действительно, горе Мурья, храм вот-вот-вот недалеко. Только один проблем. Дойти туда нельзя, потому что это частная территория. Он вернулся обратно к мальчику и говорил, чего вы приказываете меня? Я спросил, дорогу к Иерусалим как? Мы же показали тебе. Короткая дорога, но длинная, потому что надо обойти весь частный сектор. То есть дойти невозможно. А другая, они говорят ему, длинная, но короткая. Дорога широкая, она общественная, и она водит прям в гора Мурья. Когда Ребе начинает книгитание, он говорит, что у нас будет первое объяснение, путь долгая, длинная, длокая, но короткая. Что это значит длинная дорога, но короткая? Это возбудить у сердца любовь к Всевышнему или страх? Страх, какой? Патриять в себя со Всевышнему или расчаровать Всевышнему. А как можно будить у человека любовь? Ну, это вопрос очень серьезный. Ты должен знать тема единства у Бога. Знать это так, что не просто доучился один раз и забыл, а досконально понимать ее глубоко и точно. Понимать величайший вид сотворения, которого Всевышнему сделал. Будит у человека желание быть ближе. К Творцу. Или бояться от величайшей, великую мощь Творца, например. Но для этого есть несколько условий, которые человек должен содержать. Первый – много учиться, много-много концентрироваться и думать об этом. Настолько думать, что это будет важнее человека, чем своих бытовых жизней. Почему? Потому что это второе условие. Бытовые жизни мешают любить Всевышнему. Это или-или. Или ты концентрирован на свой спать, есть и так далее, или ты концентрирован на духовности. Или-или. Посередина не бывает. Путь очень длинный. Дойти туда очень сложно, очень тяжело. Но если ты дошел туда, если ты уже туда дошел, то это короткий путь. Ты отсюда не уйдешь. Ты в верное место. Это путь объясняется с первой главе по восемнадцатой. Семнадцатый включительный. Второй путь – длинная, но долгая. Короткая, но длинная. Это как? Тоже надо будет у человека тот, что называется любовь или страх перед Всевышнему. Но какой? Натуральный. Натуральный. И он начинает, как мы учили, объяснять, что на скрижале были первые два заповеди, которые мы слышали все. Я Бог вашей. И второй – не будет вам другими богами. И почему Всевышний именно этих двух заповедей дал нам услышать и понимать придарование Тору, несмотря на то, что за каждое слово наша душа прилетела от своего тела. Он просто прям будил и сказал еще одно слово. Будил и еще одно слово. Почему? Потому что, что в них скрывается все. «Я Бог вашей» – это любви ко Всевышнему. «Не будь вам другими богами» – это страх перед Всевышнему. То есть, каждого еврея дано ему Божественная душа. Божественная душа, она буквально Божественная душа. Вот этого Божественная душа что хочет? Быть со Всевышнему, быть у Всевышнему, за Всевышнему, жить с Ним, быть с Ним, быть единое с Ним. И у нее по натуре невозможно, невозможно у нее разлучить это Всевышнение, невозможно. И она хочет быть с Ним. Поэтому, если человек объяснит себе, как мы учили, что как только он одевает филин, то тогда он с Ним. Он признает «Я Бог вашей». И как только он, не дай Бог, хочет нарушить закону Тору, то он совершает в этот секунд идолопоклонничество. То есть, это страх потерять связь со Всевышнему, и это любви быть со Всевышнему, который есть натуральный вид у любого еврейская душа. Вот это второй вариант, короткий вариант. Будить его. И тогда ты точно не будешь делать нарушения и точно будешь соблюдать. Почему это быстрое, короткое дорога? Потому что оно со мной. Со мной. Буди его. Например, где-то видно, что это со мной, когда тупиковый вариант. Берут еврея и говорят ему «Стреляю, или ты откажешь от еврейства?» Чудесным образом евреев говорят «Стреляй». Это было испытание бесконечные разы в еврейской истории. Бесконечные разы. То есть это есть, это в натуре. Почему? Отказать от самого себя не могу. Я не могу. Поэтому не буду. Или жизнью, или Богом. Богом. Вот значит есть. Так буди. В этом включено и любви. Я Бог вашей. Буду делать все, что Он говорит. Хочу быть связан с Ним. Почему это длинное? Потому что тогда жизнь превращается в черное и белое. В черное и белое. Или в других, из других местах Хасейду, это объясняется что жить так это как будто раскрыть у себе ехида. Мы читали это в молитве два дня это вчера? Вчерашняя молитва о Шаанот. Ехида леяхтух. Есть пьят уровень в каждой душа. Наран нефеш руах нешама нефеш это человеческая душа. Минимально божественная душа. Минимально быть человеком. Руах это уже уровень чувства. божественная душа. будет чувствительная и все что касается чувства душа он будет чувствовать. Нешама это мозговая душа. Вот он будет концентрирован на мозге. Параллел к этому есть тоже три имена у каждого человека. энош гевер адам энош это просто человек. Живой человек. Существующий человек. Гевер это человек который герой геройствует. Где герой? Эмоция вся геройство это эмоция. Эн адам это мозговой человек. Више этого есть общий это считается возвышенная часть душа. Хая ехида. Мы сейчас не будем концентрироваться. Ехида это той часть душа которой мы каждое утром как только открываем глаза читаем душа которую вы дали в меня чистая она. Неважно сколько согрешим. Чистая она. То есть жить в таком состоянии когда она внутри меня в соколотец это невозможно. То есть это просто так не бывает. Поэтому это рецепт постоянная труда. Я могу будить его раз в какое-то время. Но постоянно будут проблемы. Постоянно надо будить и будить. Будить и будить. Потому что так просто человек не берет кошерное ел или не ел идало поклонничество. Соблюдал субботу или не соблюдал идало поклонничество. Ходили говорить сплетничал идало поклонничество. Очень трудно так жить. Ну прям очень трудно так жить. Но это ударный рецепт. Можно. Поэтому сразу после этого окончания, этого тема, он продолжает новая тема. Какая тема? Депрессия. Депрессия это хорошо или плохо? Причем тут депрессия? Потому что ты опасный человек. Ты живешь в абсолютный мир. Черный, белый, черный, белый. Каждый проблем будет очень сильно дотрагивать в твоем состоянии. Тогда давай разберемся о своего депрессии. И поэтому начинается Ребе с очень-очень интересные доводы. Когда мы видим на ринге два одинаковые борцы с одинаковый вес, с одинаковой тренировкой, с одинаковой шансой, кто победит? У кого дух сильнее? Никто сильнее. Они сильнее не одинаково. Не тот, который потренировался усердно. Они оба тренировались. Не это и есть вопрос. Кто победит? Чего дух сильнее? У кого крепкие нервы? Кто будет жизнерадостный? У кого будет больший, стойкий, можно сказать, удары принимать? Тот, который не сломается. Второй упадет. Говорит Ребе, первое, что вы знали, если у вас появляется депрессия, это не от божественной души. Нет, не от божественной души. Почему? Вы не стоите на ноги. У вас нет больше силы удержаться. Точно это нехорошо. Ни капелька. Рассказано у Магиди Змезрича, что однажды он рассказал своих учеников, что однажды он учил Тору, учился к себе, про себе, еще до того, что он стал известным. И до того, что он стал учеником большинства, он учился Тору себе, и появился к нему неоткуда, потому что замок был закрыт, какой-то человек. Магиди Змезрича сказал, что он потушил огонь, потушил свечу, закрыл Талмуд и ушел домой. Учеников спросили, что он не от клепот. Он послан не добро, не святой ангел, а от страха, от клепот. Спросили, откуда ты знал? Говорит, он был депрессивный. Божественность жизнерадостная. Слушайте, депрессия – это клепа, это тьма, это страха. Жизнерадостный – это святой. Почему? Посмотрим физический мир. Свет на улице, тепло на улице. Улипка есть. Темно на улице, холодно на улице. И настроение это одно и того же. Божественность – это свет, это ор. И отсюда приходит тепло, он объединяется и радостно. Как только холодно, темно, и нет настроения. Я почитаю на святом языке, на еврейском языке, а вы почитайте, пожалуйста, в русской версии, 151, 26 главе. Брам, когда надо церковь лооидуэ. Надо заявление сказать, заявить. Клэл гэдол, большой закон. Кэгон. 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 Гэгон. Кэгон. Гэгон. 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 Он сильнее его противник. Говорит Ребе, Как хамамеш бенецохай на яйцах. Так же в победа против яйцах. Кто-то яйцах, животного душа. И в шарле нацхой. Невозможно его победить в ацлус веквейдус. Когда лен, и у тебя такая жесткость. Жесткость, такой ты уже все, лен. А ним шохайся. Откуда они приходят с этого качества? Не ацвус витим тумалев. Ад депрессия. Ему грустно. Грустный такой. Витим тумалев. И тупое сердце. Про поводу тупого сердца мы будем учить дальше, что это такое. Витим тумалев кейвен. Когда его сердце тупое, как камень. Что ему надо делать? Ки им без гизус, анимшех, анимшехес, мисимхо, уптихасалев. Что ему надо? Быть вот такой быстрый, живчивый. Который приходит от жизни радостной и открытое сердце в это хорото. Чистое, открытое сердце. От любого вида грусти, которая существует в мире. Вот теперь надо разбираться. Как? Мы иногда не выбираем в этом. Иногда нам сложены жизни. Это так просто. Впервые говорит Ряда. Вот он будет говорить. Когда человек встречается в жизни, сложной жизнью, он болеет. Кто-то из близких болеет, не дай Бог. Что-то не получается в жизни. Заработок не то. Кто-то на него орал. Кто-то унизил его. Где-то на работе не получается. Разные проблемы. И это проблемы, конечно, ему неприятны. И поскольку ему неприятны, он считает, что у него есть право быть грустным. Быть депрессивным. Первый, мы еще доучим этого. Мы будем учить, почему это плохо быть грустным. Не победим, не победим. Мы будем изучать тоже, что грустность – это тоже мотивация еще полтечизны. Еще хуже делается. Это надо понять до того, что мы учим. То есть, когда нас кто-то обидел, и мы теперь грустны. Это не переведет к нашему успеху. Депрессия успех не переводит. Если кто-то больной, и я начну плакать, это ему не поможет. И не меня. Если я был уволен, или у меня плохо на работу, или в бизнесе, это мне не поможет. Поэтому изначально человек делает это для того, чтобы жалеть себя. Не потому, что он считает, что ему это поможет. Не поможет. Он понимает, что не поможет. Если человек, если у него больной человек в семье, и не дай Бог, что поможет? Идти к врачу. А что грустить? Если человек потерял работу, что ему надо? Искать работу. Если вы не получили сделки, еще одна сделка. Ну, что, чего грустить? Что тут поможет? Проблема в том, что человек считает, что ему есть право. У него есть право. Жалеть себя. Он говорит, сегодня буду грустный. Вот об этом говорит Ребе. Нет причины. Нет причины и нет права. Почему? Описано в Тору, что в каждой чувстве груз, когда грустность, депрессия, есть преимущество. Человек может думать. Я могу себе жалеть. Почему жалею? Жалею один день. Буду сидеть дома. Поплачу. А потом встану на ноги. Почему? В любой депрессии есть преимущество. Говорит Ребе. Это написано. Да, без вопросов. Но надо обратить внимание, как написано в Тору. В каждый груз будет преимущество. То есть, самая грустность, самая депрессия – это плохо. Это нехорошо. В ней есть определенное нечто преимущество. Вот теперь мы понимаем, что бывает преимущество при чувстве депрессии. Какое преимущество мы еще будем изучать. Но самая грустность, самая депрессия – это нехорошая. Хорошо? В этом ничего преимущество. Это какой-то побочный эффект, который от него выходит преимущество. Самая грустность очень плохо. И это нехорошо. Субтитры – это нехорошо. Продолжение следует... Может происходить благодаря депрессии. Если человек направляет депрессию к божественной стороне. Депрессия это чувство. Ее можно направить. Есть плохая депрессия. Плохая депрессия это депрессия, которая вводит куда? В пропасть. В кровать. В лучшем случае в кровать. Меня, я жалею себя, я иду в комнату, закрою, темно. Проложу над собой какой-то подушкой или этого. И буду плакать тихо. Вот это чисто плохо. Это просто плохо. Но бывает, когда человек будил у себя определенный вид депрессии, который потом от нее будет возбужден мотивацией. Какой груст это. В Хасидут к этому есть имя. И вот этот вид депрессии есть название. Это красота в святом языке. Это называется Мэри Рут. Я думал долго, и я не думаю, что в русском языке мы найдем подмен слов. Мэри Рут это не депрессия. Я не грушу. Я возмущен. Возмущен. Над кем я возмущен? Над собой. Я возмущен. Депрессия – это я жалею себя. Мэри Рут переводится сразу к чувство «я возмущен над собой». Как я так допустил? Разница очень большая. Депрессия – переводить, спрятать, убегать. Не продолжать жизни, не продолжать бороться. А возмущение – мотивация. О, мотивация. Буду. Буду накидывать на чем-то. Буду исправить. Я возмущен, как я допустил такой. И когда я возмущен, я справляюсь. Ну, мы потихоньку, потихоньку мы будем все изучать. Пока мы изучаем. Тут, тут, тут написано истинный груст. Тут, тут написано на игре, на святом языке. Здесь, в нашей главе, истинный груст. Вот подмену истинный груст на Мэри Рут написано в других книгах позже. То есть, той же у Аль-Теребе, в Великуте и Тора. Здесь еще пользовались под слово истинный груст. Потом в Хасидут поменяли это, даже Аль-Теребе, и называли там Мэри Рут. Не депрессия, не отцвут. Разные, выше, только они не нашли, наверное, слов до того. Давай потом, мы попросим лекция попозже, хорошо? Так. Давай лекция, мы попросим. Я обещаю, мы дадим тебе прям лекция. Давай, каждый свой опыт мы будем делиться с нами на Форбринге, например. Форбринг на это время поделиться опытом. Да, это будет с элементами, вы будете делиться с нами, как не попадать. Так, дальше. То есть, есть вариант другой. Я слышал моего учителя, Ребзалмен Гопин рассказал нам под какой-то очень глубокий ночь Форбрингена после нескольких лехаймов, потому что такие вещи не рассказывают просто по-простому. Он рассказал, что когда он зашел к Ребзу на уединение, он сказал ему, что у него иногда бывает депрессивный период жизни. Такой склад человек. В разнице в основном это есть. Это называется наидыше и морошхейрадике. Морошхейрадике. Так это называется. Что за морошхейрадике? Это в основном людей, которые созданы для учебы. Это люди, которые умеют концентрироваться. Поэтому у них легко попадать в каком-то депрессивном состоянии. И он спросил Ребзу, он очень такой серьезный человек, он учит очень много. Он спросил Ребзу, как бороться. Ребзу в наше поколение не хотел, что мы начнем бороться. Ребзу сказал много раз, что борьба переводится иногда к проигрышей. Не надо, начинает бороться. Иногда не получается. Ребзу сказал Ребзу, что когда у тебя состояние депрессивное, переводи ее к Мерерут. К возмущению. Ну, легко сказать, он знал, кому он говорит, и это возможно. Мы будем изучать, мы будем начинать разбираться вопрос депрессии, мы поймем, как можно. Мы дойдем к этому, кстати. Мы дойдем к этому. Сейчас Ребзу говорит база. Ну, прямо ставит фундамент. Грустить нельзя. Почему грустить нельзя? Нельзя. Нельзя. Как не грустить потом очень? Мы говорим о базах, фундаментах. Грустить нельзя. Почему? Ты ничего не делаешь. Ты жалеешь себя и спрятаешь себе в копыт. Голову в песках, как страус. Не надо. Написано, что преимущество – это истинная грусть. Или, как написано в других местах. В хасидут, мерерут. Возмущение. Я возмущен над собой. Вот тогда есть преимущество – это нехорошо. И это тоже надо оставить в особенное время. Он пишет. Он пишет это. Назначит время. Я возмущение. Я возмущение. И это, к сожалению, возмущение будет переводить меня с очень огромной силой, которая переходит действительно от состояния, насколько я жалею о моей поступке. Насколько я возмущен над моими поступками. Что теперь? Что буду делать? Радостно. Буду теперь бороться за хорошего. Буду сильно бороться за хорошего. Вот это положительно. Но это тоже надо делать это умеренно. Назначить время, по которым тогда… А если это так? Не надо. Если это поздно. Попутно. Депрессия. Говорят, ну давай депрессия попутно. Нет. Назначить время. Особенных времен. Ну, например, емкий пор. Ну, например. Время. А так не надо. Не надо этого. Почему это хорошо? Иногда вот такой истинный груст. Потому что, Время. 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 Субтитры делал DimaTorzok 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 DimaTorzok